Полвека назад на этом месте едва не пошла ко дну баржа с продовольствием. В век высоких технологий водной переправе помешала кажущаяся мелочь. У надувной лодки испорчен клапан. Самое время мнительным подумать, что обстановка враждебна к вторгшимся в окрестности села Верхний Мамон. Клапан попал под паёлу, пришлось ещё раз разобрать, чтобы вытащить клапан. В конце 40-х из Воронежцев только лениво не пересказывал историю о том, как танковое дуло под водой вспороло днище кораблю с зерном. Годом позже посмотреть на то, как будут взрывать танк под водой, собралась детвора со всей округи. Был проведено обследование магнитометрами, сканирующими сонарами. Было подтверждено нахождение танка на дне музея бронетанковых войск. В городе Кубенко обратился к нам с просьбой ещё раз произвести обследование, подтвердить, в каком сейчас состоянии находятся обломки этого танка. И тогда и сейчас, несмотря на всевозможные эхолоты с тачскрином, 47,5 тонн брони на глубине в пару десятков метров выглядят вовсе и не так внушительно. На поле боя КВ-1 боялись как огня. За невероятную живучесть немцы даже прозвали его «призраком». Сегодня волнение у потомков, тех, кто сидел за рычагами управления. Тяжёлый танк и искать было сложно. И вернуть призрака к жизни будет тяжело. Поставим буи над башней и над обломками основного корпуса трансмиссии танка. Сделаем бакиметрическую съёмку, чтобы выяснить глубины, какие сейчас в реке, чтобы потом было понятно, в каком направлении, на какой берег проще будет вытаскивать танк из-под воды. События времён Великой Отечественной войны у Верхнего Мамона происходили в эти календарные дни. Советские войска перешли в наступление утром 16 декабря 1942 года. В конце дня советские солдаты прорвали оборону противника и продвинулись на 25 километров вглубь оккупированной территории. Тремя сутками позже, 19 декабря, была отвоёвана Кантемировка. Под самый Новый год операция «Малый Сатурн» по сути закончилась. Только для одного из участников сражений КВ-1 всё завершилось раньше. Во время войны тяжёлый танк КВ пошёл здесь по переправе зимой, соскользнул с намороженных брёвен на переправе в сторону и провалился под лёд. Поскольку танк был тяжёлый, попыток во время наступления его доставать не было возможности. Ну и когда лёд растаял, он ушёл на дно. Ну и на 65 лет про это всё забыли. Наверное, из компаний никто так не любит легенды Второй мировой войны, как Варгейминг. По сути, весь проект «Мир танков» является легендарным. И не столько из-за огромного числа поклонников, сколько из-за самой игровой вселенной. Танковые сражения Второй мировой войны сами по себе легендарны. Как свой вклад в изучение того периода, Варгейминг запустила глобальную программу по поиску и восстановлению исторических образцов боевой техники по всему миру. Обнаруженный КВ-1 в Воронежской области — это первый результат после старта программы, цель которой — поддержание памяти о людях, которые создавали танки, корабли и самолёты периода Второй мировой войны. Собирали для них узлы и агрегаты, заставляли многотонные машины двигаться и защищать нас. Ребята сейчас делают патиметрию, то есть промер глубин, чтобы составить планшет глубин, сделать карту. Но в реальности подъём — это год-два работы. Планировалось достать технику со дна до Нового года, но из-за сложного рельефа операцию пришлось отложить как минимум до весны. Всё, что сегодня можно сделать — уточнить место расположения танка, спланировать операцию по его подъёму и в зависимости от сложности рельефа определить, к какому берегу его подтаскивать. Пока дата операции ещё только определяется, так что подробности операции в следующих репортажах не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова